Ну что ж, череда ресторанных рецептов, по вашим просьбам, я прям снимаю вот один из них, их будет несколько, посмотрим, как вы будете смотреть, не дай бог соточку не наберет вот этот рецепт, про кускус. Все, я с ресторанными блюдами завязываю и начинаю готовить только капусту, капусту, картошку, капусту, макароны, картошку, что у нас еще? Из Кумбрии еще 10 рецептов приготовлю, будете есть крестьянскую домашнюю еду. Значит, кускус, а у меня, кстати, не достал кускус, а что его доставать? Нужно всего лишь протянуть руку. У меня здесь нагревается вода, просто вода. Это будет та вода, которая и сделает кускус съедобным. Но, чтобы она сделала кускус съедобным, мы сюда должны добавить несколько ингредиентов. Во-первых, обязательно посолить. Чуть-чуть, чуть-чуть добавить соевый соус, каплю. Прямо одну столовую ложку, не больше, иначе выкрасится кускус. Будет не желтого, а какого-нибудь другого цвета. Значит, у меня здесь вот дома, знаете, у меня полным-полном всегда что-нибудь я делаю. Шкуру снял с апельсина, а когда цедры нет, ну, цедру в смысле, а когда цедры нет, вот тут деревенеет такая постановится. Апельсин деревянный. Ну и вот сколько здесь у меня? Одна треть апельсинового сока я сюда выдавливаю. Выдавливаю через руку, чтобы между пальцев оставались косточки, если вдруг они там будут у вас выпадать. Добавляем маленькую веточку розмарина. И обязательно добавьте какого-нибудь дешевого эмеретинского шафрана. Он везде продается, это вот дешевое. Это не тот гламурный дорогой испанский. Это обычный. Его даже шафраном-то не назовешь. Все. Значит, у нас там... А, у меня смотрите, что есть. Я всегда как делаю. Значит, у меня есть тут соцветия базилика, да? Гвоздичный базилик ароматный. Я ножички, ну, плодоножки, фу-ты, стебелечки использовать не буду. Поэтому вот эти вот два стебелька, которые здесь у меня завалялись, то, что туда в горячую воду бросаю, ну, чтобы там... Ой, какой аромат базилик. Кстати, есть он повсюду. Это растет в горшочках такое растение. Базилик. Написано базилик, но на самом деле это гвоздичный базилик, потому что у него яркий-яркий вкус. Кускус. Кускус значит, как определить, сколько кускуса на какой объем воды. Я в голове в своей представляю так. То есть, есть какие-то таблицы, системы и так далее. Я всегда говорю, на кускус увеличивается в два раза. Соответственно, воды должно быть столько же, сколько кускуса. На стакан кускуса, стакан воды. Поэтому я, как опытный человек, сыплю кускус и понимаю, вот он в два раза увеличится, и его будет в два раза больше. Да? Я на глаз это все делаю, потому что рука опытная. Значит, помимо того, что у меня здесь есть кускус, я сюда добавляю еще доп. ингредиенты, чтобы он стал вкусным. Во-первых, перец. Обязательно добавляю перец. Потом, если нужна острота, можно всегда добавить сюда пару кристалликов соли. Каролина Риппер. Опа! Много нельзя, иначе будет жестковато. Значит, сюда я еще добавляю, у меня есть остатки жареного кунжута. Не, я их добавлять туда не буду. С водой потом перемешается. Не-не-не, я что-то попутал. Сорян. Значит, сюда я добавляю еще оливковое масло. Вот оно у меня. Буквально пару столовых ложек. Масло там должно быть обязательно. Кускус это, в общем, восточная история. Но масло должно быть всегда. Обязательно. Значит, что еще у нас есть? Соль с розмарином. Ой. А у меня, кстати, есть с давних времен, когда в ролике про то, как сушить зелень. Я сушил зелень, то у меня еще есть соль, которая смешана с травками, муравками. Там и мята, еще что-то такое. Значит, по вашему усмотрению, сюда может идти изюм, гвоздика молотая, зира молотая, еще что-нибудь. Но в нашем случае, так как я готовлю гребешков, буду готовить гребешков, здесь нам кускус должен иметь нейтральный вкус. Не нужно перебарщивать со специями, потому что иначе вы уйдете куда-нибудь в Среднюю Азию или в какой-нибудь Ближний Восток, в какой-нибудь Персию, Азербайджан, еще во что-нибудь. Или в Марокко, или в Тунис, или в Египет. Нам этого не надо, потому что гребешки ассоциируются с Дальним Востоком, ну или с нашей европейской частью, они оттуда же прилетают к нам. Это должно быть больше, знаете, такое современное российское по вкусу, а не заливая водой. Ну как водой? Бульоном, по сути, да? Можно это, кстати, если у вас есть рыбный бульон, можете рыбный бульон также подогреть и залить кускус с рыбным бульоном. У меня здесь есть немножко соли, там есть немножко соли. Заливаем кускус, заливаем, заливаем, заливаем водой, водой заливаем, заливаем так, чтобы у нас воды один к одному было. И теперь что делаем? Правильно, накрываем крышкой. Пусть теперь кускус впитывает. Бульон или то, чем вы заливаете, должно быть обязательно кипящее, ну то есть градусов 90-90. Дорогие друзья, у меня для вас необычное предложение. На одном из стримов мой подписчик Андрей предложил организовать тур. Ну то есть он его организует, человек-экспат, ездит по всему миру, знает очень много всего местного. И мы собираем группу единомышленников, которая захотела бы посмотреть Таиланд изнутри. Начинаем с Бангкока, потом на север, пробуем северную кухню, потом заканчиваем все это в Крабе, на юге. Две недели тусим и пробуем еду разную, спрашиваем, смотрим. Может быть, даже кто-то нам разрешит и поготовить. Внизу есть описание, ссылочка. На сайте подробнейшая программа. Пожалуйста, подключайтесь. Я буду рад видеть вас вместе в большой компании по Таиланду. Ю-ху! Все, осталась самая малость. Во-первых, нужно пошинковать лук, который, кстати, пойдет в свежем виде в кускус. Я сейчас вот этими травами, которые порежу, буду заправлять его. Так, зеленый базилик. Травку можно использовать любую. Главное, цель травки, ароматизировать. Не просто какую-нибудь петрушку, там, безвкусную, бездушную туда засунуть. Травка должна быть ароматная. Поэтому я всегда рекомендую добавлять кинзу. Но в нашем случае, так как у нас уже достаточно много зеленого мусора, от кинзы я буду использовать только лишь стебелечки. Если здесь мелкие листья захватываются, ничего страшного. Можно сюда шинкануть рукулу. В общем, на ваше усмотрение. Что под рукой есть, все шинкуйте. Потому что кускус такая благородная, благоприятная, вкусная штука, что, чтобы вы там не готовили, будет бомба. Так, теперь сковородка и гребешки. Гребешочки. Сейчас я уже вижу, как некоторые пишут, что их нигде не купишь или очень дорого. Но я вам сейчас расскажу про комментарии из Дальнего Востока, которые пишут о том, что у нас тут все засыпано этими гребнями. Что с ними делать? Дайте какой-нибудь интересный рецепт. Привет, Владивосток, Камчатка, Сахалин. Ваш регион. Привет, Дальний Восток весь. Значит, гребешочки были замороженные. Я их разморозил. Потом они у меня пролежали при комнатной температуре. Они должны быть, ну, не то, чтобы совсем теплые, но ни в коем случае не холодные. Потому что холодные гребешочки, если вы будете жарить их, да, дадут влагу, которая, во-первых, нам не нужна, во-вторых, гребешки себя ведут как стейк, как мясо. Хотите, чтобы они внутри остались сыренькими, а сверху поджаристыми, дайте им нагреться при комнатной температуре. Лучше еще положить их на салфетки, для того, чтобы влага лишняя ушла. Включаю сковороду. Добавляю сюда в сковороду, значит, сливочное масло, плюс растительное. Без сливочного масла гребешки, не гребешки. Но если мы не добавим растительное, они у нас будут слабо прогреваться, а масло начнет гореть. Ну, примерно половину того, половину другого. Пока греется масло, обязательно. Ну, это я так люблю. Пару зубчиков чеснока. Значит, масло начинает накаляться. Значит, пару зубчиков чеснока, которые раздавлены, отправляю сюда. Ароматизируем, ароматизируем. Но не драматизируем. Значит, гребешки выкладываю. Огонь полный. Сковородка хорошенько разогретая. Соль немножко. Сразу подготовки щипцы. Ой, куда пропал свет. Буквально 3-40 секунд жарите в сильно раскаленном масле. Переворачивайте. И обязательно горелочку. Для того, чтобы ускорить процесс все. Все, еще полторы минутки. И снимаем гребешочки. Снимаем. Не надо им дальше жариться. Любые гребешки жарятся в считанные минуты. Две-три, не более. Останутся чуть сыроватыми. Ничего страшного. Значит, то, что у меня осталось в сковороде. Я сюда добавляю ну сколько здесь? Пол. Бокальчик. Граммов, наверное, 150. Вина. Алкоголь сразу выпариваем. Вывариваем. Там чеснок, там сливочное масло. Теперь сюда нужно добавить немного сахара. Ой, а у меня совсем немного. Короче, тут щепотка у меня, короче, сахара. Оказывается. Я думал, что кончился у меня сахар дома. А сахар-то никуда не кончался. В общем, столовую ложку сахара нужно сюда добавить обязательно, чтобы сбалансировать кислый вкус вина. Выпариваем вино. На две трети, одну треть оставляем. Кускус. Пока вино выпаривается. О, огонь. Теперь смотрим за гребешками, хотел сказать. Гребешки у меня здесь. Гребешки, кстати, в теплой посудине, ну и вообще в теплом нахождении, так сказать, дают воду. Немножко все равно сок отдают, да? Я их переложу вот сюда. А сок, образовавшийся, я вылью в кускус и дам еще немножко постоять. Буквально пару минут. Значит, что у меня происходит? Соус, вино почти выпарилось, все, да? Там сахар. И если мы уж говорим, да, про ресторанные какие-то истории, у поставщиков, которые поставляют еду для ресторанов, есть масса всяких ништяков. Ну, типа мелкие грибы. Они выращиваются в теплицах, там же, где и шампиньоны. И, ну, например, во многих городах в России вообще нет никакой проблемы их достать. Для людей, которые к ресторанам никакого отношения не имеют, можно взять мини-шампиньончики, можно купить опята мелкие. В общем, замените. Любые мелкие грибы подойдут для этого блюда. Значит, вот когда у нас уже почти подготовился соус, я сюда отправляю грибы. Идея такова. У нас же есть соус, да? Есть грибы. Грибы, чтобы не обжаривать там или иначе, или в другой какой-то сковородке. Сюда бросаем. Они чуть-чуть термообработались. Вот эти все грибы, которые в теплицах растут, это же не белые, которые в лесу растут, все впитывают. Там дождь выбросил какой-нибудь Красноярский алюминиевый завод облака. Дождь его подхватил, вынес. Вернее, дождь, говорю, подхватил. Облако подхватило, это загазованное облако. В лес ушло, дождь пропал, выпал. Грибочки все взяли. Мы потом такие, типа, карпаччо из белых грибов в ресторанах видим. С ума сошли, что ли? Из диких грибов вообще карпаччо делать нельзя. А выращенные вот эти вот, а в них нет ничего. Шампиньоны можно есть сырыми, это все можно сырое есть. Поэтому у меня главная, как бы, задача, это исключительно прогреть их, и все. Все, буквально 3 минутки проварили. Теперь все эти грибочки достаем, потому что соус-то у нас там со всякой шнягой, надо процедить его обязательно. Поэтому грибочки все сюда достали. Видите, там на грибах даже прилипают ошметки всякие разные. Это все нам не надо. Но еще раз напоминаю, история ресторанная заключается в чем? На кухне всегда есть небольшое количество людей, в зависимости от ресторана, от 2-х там до 5-ти, а то бывает даже и до 20-ти, которые выполняют определенные поручения, ну, то есть задачи. Поэтому, если вы вдруг пишете, что дома там сделать это невозможно, или еще что-нибудь, ложь и провокация, ресторанный рецепт. Вы можете, во-первых, дома делать, как я, вот в одно лицо. Во-вторых, так, это мы процеживаем вино. У нас здесь сахар, у нас здесь кислота, у нас здесь небольшое количество соли. У меня еще есть вот такая штука. В магазинах, ну, я вот в крупном супермаркете сегодня купил, горчица, это не просто горчица, это горчичное зерно, да? Мы его используем для украшений или для придания текстуры соусу. Сюда добавляем немножко, ну, как немножко, две столовые ложки с горкой. Шикарно, но я бы сюда еще чайную ложку с горкой масла, сливочного вбил. Французская технология. Мы эмульгируем соус, да? Вот сейчас наверняка там половина написала, нифига ты сколько масла бахнул! Вы в майонезе, да видели жирность? Вы видели, сколько в майонезе масла вы сами даже дома когда делаете? 95 процентов, здесь 50. Видите, это будет соус с кусочками, с шариками горчицы. Последний штрих. Кускус впитал в себя всю жидкость. Что я делаю дальше? Во-первых, я сюда отправляю зелень, я сюда отправляю кунжут. Вообще-то его мало. Я бы сюда побольше отправил, но сейчас это жарить нет. И я аккуратно это все перемешиваю. Смотрите, а то я начал мешать, не показал. Посмотрите, видите? Там не то, чтобы ни капли воды, это сухая субстанция. Рассыпчатый. Из-за зеленого лука похож на, знаете, на что? Из пакетиков суп есть, которые там водой разводишь. А там присутствует сушеный зеленый лук. И такой странный привкус советского времени. Вот, типа, здесь то же самое. Давайте немножко масла добавим. Не хватает влажности. Кускус такая субстанция. Захочешь сделать его влажным, получится без проблем. Но тогда он превратится в клейстерную такую массу. Я от грибочков сейчас вот тут остатки солью. Поэтому с экспериментами по жидкости нужно быть осторожным. Все масло перемешиваем. Остроты здесь вполне себе достаточно с пяти кубиков каролиный риппер. Тарелка. Кускус. Дальше грибы. Грибы влажные, сочные. Что сделает во рту потом при поедании ваше блюдо, ну вот в частности часть его более сочным. Так, грибешки. Вот смотрите, у грибешков есть еще уже люди, живущие на Дальнем Востоке, заметили, что я их не очищал от дополнительной вот здесь вот мышцы. Дойдет. У каждого грибешка есть вот эта мышца. Видите, она с краю. Вот тут вот. Она прекрасно отделяется. Я ее вначале в самом не отделяю, как делают многие повара. Вот она, видите, кусочек. Вот этот вот. Почему я этого не делаю? Вот здесь, кстати, очень хорошо видно. Вот цельное мясо и вот эта ножка. Не ножка, а мышца дополнительная. Когда грибешок готов, попробуйте ее. Если она не жесткая, у меня она не жесткая, то не надо ничего обрывать. Если жесткая, то ее можно всегда убрать уже после жарки. Вот смотрите. Это два мне осталось. Кускус, гребешки. Красивая тарелка обязательно. Я сюда добавляю соус. Соус с горчицей. Гребешки я солил, но соль часть ушла в соус. Солил я мало, поэтому я припас черную соль, четверговую, и немножко добавляю четверговую соль, черную, в качестве украшения на гребешки. Кто не знает, что такое четверговая соль, welcome google. В чистый четверг ее делают раз в год, на весь год. Черного цвета она, потому что делают в русской печи. Зеленое масло. Обязательно добавляем капли зеленого масла. Можно, кстати, и на гребешки покапать, тут вообще никаких проблем нет. То, как сделать масло, ролик уже готов. Я обожаю зеленое масло. И здесь финалочка украшаем чем правильно? Микрозеленью. В случае, когда картина светлая, используем темную. Все, блюдо готово. Ничего сложного. Гребешки, кускус, соус горчичный. Весь соответственно произведение искусственной тарелки. Читаю, вижу комментарии о том, что не всем нравится, как я пробую. Что, я чавкаю еще что-нибудь. Во-первых, я не чавкаю, с детства приучен, с закрытым ртом есть. Микрофон здесь висит, звук сюда идет, это раз. Во-вторых, вас, вот кто пишет такие комментарии, я не знаю, я не считал, но тысяча наберется. А 500 тысяч всегда просят, чтобы я пробовал и ел. Поэтому уж сорян, друзья, обязательно нужно пробовать, обязательно. Гребешки-то нежные, мягкие, соусно. великолепно. Сам доволен, как слон. Зараза, вкусно. Их грибы прекрасные. И масло зеленое. И грибешки полусырые, как я люблю. Почему полусырые? На рыбных маркетах в Москве я их ем сырыми вообще. Из аквариума створки, ножик, специальный раз все лишнее повыкидывали. Сам грибешок ножом вот так надрезают накрест. Своим соусом поливают, чуть-чуть лимонным сбрызнули. И дают. Вилочкой просто отдираешь его. Вкусно вообще. Я еще и печень люблю. Такая, знаете, оранжевого цвета бывает, сероватая, в зависимости от сезона и от реала обитания. Так вот, сладкий грибешок. И никто еще не отравился. Но при всем этом если вы будете жарить его well done, он у вас, во-первых, уменьшится в два раза, ровно в два раза. И вы поймете, пожарьте один полусырой, один пожарьте well done. Вы поймете, в чем разница. Я еще обожаю вот такие вот огромные грибешки. Тоже в тартарчиках изрубить, смешать с зеленью, съесть. Средний вариант это такой, знаете, ресторанный. Мини-вариант это Дальний Восток. Приезжаешь куда-нибудь во Владивосток или на Сахалин и все там типа вот, это вы там едите крупные, мы едим меленькие, они более нежные, сладкие, мягкие. Да, да, так все и обстоит. Все правы. Никто не виноват. Самое главное, что это блюдо вкусное. Я вам заверяю, как человек, который его создал. Ну, а вы должны пообещать мне, что приготовите его, потому что зачем я ресторанные блюда вам готовлю. Давайте. и надо 100 тысяч минимум набрать, потому что, блин, иначе вся эта красота в корзину, а для вас только картофан. Пока.